Итак, уважаемые друзья, всем привет! С вами Юля и канал New Technology. Сегодня я буду говорить о бренде Nubia, который представил новые игровые смартфоны Red Magic 6 и 6 Pro, созданные в сотрудничестве с компанией Tencent. Как всегда, новинки этого бренда могут похвастаться не только более быстрым внутренним вентилятором, но и первым в мире мобильных устройств дисплеем с частотой 165 Гц. Плюс футуристичный внешний вид и остальные топовые технические характеристики. Смартфоны уже доступны для заказа в Китае, глобальные продажи будут запущены в конце текущего месяца. Разница между двумя аппаратами очень небольшая, поэтому я буду говорить сразу о двух моделях. В основе новинок самый модный и востребованный на сегодня процессор Snapdragon 888 с максимальной частотой ядер до 2,84 ГГц, графическим ускорителем Adreno 660 с максимальной частотой 840 МГц, движком шестого поколения, отвечающим за искусственный интеллект и модемом 5G. Для обеспечения комфортного теплового режима в играх на смартфонах Red Magic запускает многоуровневую систему IC шестой версии, которая сочетает в себе 7 различных методов подачи тепла и его охлаждения. И имеет систему с испарительной камерой и небольшим вентилятором из авиационного алюминиевого сплава, который раскручивается до 18 000 оборотов в минуту у стандартной версии и до 20 000 оборотов в минуту у модификации Pro. Площадь покрытия воздухоотвода 4000 квадратных миллиметров с увеличенным отводом тепла до 500%. Производитель обещает до 30 000 часов работы своего турбовентилятора. Что касается памяти, уважаемые друзья, то в версии 6 Pro установлено 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5 и встроенной 256 гигабайт формата UFS 3.1. Базовая просто шестерка получила 12 гигабайт оперативной памяти все того же стандарта LPDDR5 и встроенный накопитель на 128 гигабайт опять же стандарта UFS 3.1. Но будет еще и специальная прозрачная версия Red Magic 6 Pro Transparent Edition, которая имеет не только светящийся вентилятор, но и до 18 гигабайт оперативной памяти. Что касается экрана, уважаемые друзья, здесь есть техническая ничья, потому как Pro или Pro Transparent Edition могли бы получить более высокое разрешение. Но все модели имеют 6,8-дюймовый AMOLED-экран, самая высокая на сегодня частота обновления в 165 Гц, но при этом с разрешением Full HD+, 2400 на 1080 точек. Сама частота обновления экрана может быть отрегулирована в соответствии с предпочтениями пользователя, а также имеет автоматическую опцию, которая активирует 60, 90, 120 или 165 Гц в зависимости от контента на дисплее, отмечивающие соотношение сторон 29 и соотношение экрана к корпусу 91,28%. Другими интересными данными будут являться 10-битный цвет, 100% охват светового пространства DCI-P3, максимальная пиковая яркость будет 630 нит с коэффициентом контрастности 100 000 к 1, и еще один рекорд – это частота отклика сенсорного слоя до 500 Гц на одно прикосновение и до 360 Гц при нескольких одновременных прикосновениях с временем отклика 8 мс. Также можно отметить отпечаток пальца в экране и защиту стеклом Gorilla Glass. Теперь, уважаемые друзья, переходим к камерам, которые по-прежнему находятся в центре на полосе, проходящей через всю тыльную панель. Основной датчик будет от Samsung на 64 Мп с размером пикселя 0,8 микрон, диафрагмой f1,79 и углом обзора 78,3 градуса. Второй сверхширокоугольный датчик на 8 Мп с размером пикселя 1,12 микрон, диафрагмой f2,2 и углом обзора 120 градусов. И макрообъектив на 2 Мп с размером пикселя 1,75 микрон, диафрагмой f2,4 и углом обзора 78 градусов. Есть возможность записывать видео в разрешении 8К и присутствует замедленная съемка. Фронтальная камера будет иметь небольшое разрешение всего на 8 Мп с размером пикселя 1,12 микрон и диафрагмой f2. Также будет присутствовать разблокировка смартфона по лицу пользователя. Версия Red Magic 6 оснащена аккумулятором на 5050 мАч с поддержкой 65-ваттной подзарядки, которая обеспечивает полный заряд за 38 минут. Старшая модель Red Magic 6 Pro получила батарею на 4500 мАч, но со 120-ваттной подзарядкой, которая обеспечит полную зарядку аккумулятора всего за 17 минут. Работают обе новинки на Android 11 с фирменной оболочкой Red Magic OS 4, которая имеет много настроек, включая Solar Core, который может повысить производительность, и King 4D для регулировки чувствительности. Улучшенные системные настройки, в частности Maverick Voice, это комплексное обновление аудио, куда входят модули драйверов, голосовое пробуждение и личный перевод. И есть обои экрана блокировки и обои с эффектом присутствия игры. Но и можно отметить сотрудничество с Tencent, которое добавило на смартфон оптимизацию программного обеспечения и игровые курки на боковой грани с частотой отвлека 400 Гц. За хорошее звучание, уважаемые друзья, отвечает качественный стереозвук из двух динамиков, а за чистое и качественное воспроизведение в наушниках отвечает настройка DTS X Ultra. Также во всех трех моделях есть 3,5 мм разъем для наушников и отмечу еще и то, что все аппараты будут иметь стеклянный корпус с металлической рамкой по торцам и предлагаются в серебристом и черном цвете корпуса, но кроме прозрачной версии. Что касается подключения, то новый Red Magic 6 версии поддерживает 5G, а также Wi-Fi 6E. Bluetooth будет в версии 5.1 и есть модуль NFC. Позиционирование представлено модулями GPS и GLONASS. Габаритные размеры аппаратов составят 169,86 на 77,19 и на 9,7 мм при весе 220 граммов. Ну и в комплект поставки войдут сами смартфоны, адаптер питания, кабель, прозрачный чехол, скрепка для сим-карты и техдокументация. И теперь, уважаемые друзья, стоимость аппаратов. Red Magic 6 на 12 и 128 гигабайт будет отталкиваться от отметки в 599 евро или долларов в зависимости от региона. Red Magic 6 Pro на 16 и 256 гигабайт будет просить за себя уже 699 евро или долларов в зависимости от того же региона. И версия 6 Pro Transport Edition на 18 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной будет стоить больше 1000 долларов. Но и осталось только подвести итог. Новые смартфоны от бренда Nubia привлекают внимание прежде всего своим неповторимым дизайном. Также AMOLED-экраном с самой высокой частотой обновления, самым производительным чипсетом со скоростной оперативной и встроенной памятью, неплохими основными камерами, быстрой 120 ваттной зарядкой, стереодинамиками, наличием 5G сетей и довольно привлекательной ценой. Все ссылки на приобретение этих новинок мы разместим в описании под этим видео. Но на сегодня это вся информация. И я как всегда не прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора. Не уходите с нашего канала, обязательно подпишитесь тех, кто еще не подписался, не забывая при этом нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новинок. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok